МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Если хочешь сохранить молодость, то обязательно ешь мёд", более тысячи лет назад говорил Авиценов. Сегодня мы также ценим этот удивительный продукт. Который, несомненно, является природным лекарем. Здравствуйте, я Елена Туманова, и в эфире Будьте Здоровы. Вы, вероятно, уже поняли, что сегодня мы будем говорить не просто о мёде, а о здоровье на крыльях пчелы. Отражение нашей любви к мёду в народной мудрости. Пословиц, поговорок и загадок о нём не счесть. Ешь мёд, да берегись жала. Сладок мёд, да не по две ложки в рот. Яблоньку за яблоки любят, а пчёлку за мёд. Улей сильный, мёд обильный. Вкусное лакомство готовит, а не повариха. Носит при себе иголку, хоть и не портниха. Мёд содержит микро- и макроэлементы, витамины и аминокислоты, которые легко усваиваются нашим организмом. При постоянном употреблении мёд играет роль своеобразного эликсира молодости и существенно влияет на продолжительность жизни человека. Мёд настолько популярный продукт, что иногда существует риск купить разбавленный или даже поддельный. Я предлагаю вместе разобраться подробно, какой мёд действительно лечит. И в этом нам помогут очень интересные люди. Знакомьтесь, Елена и Михаил Деревщиковы. Это молодая супружеская пара пчеловоды. Дело свое любят и с увлечением делятся медовыми секретами. Мёд – это нектар, который выделяет растение. Пчёлки этот нектар собирают, приносят в зобиках вулей. И вулей они его выпаривают. Дело в том, что нектар с растений содержит большое количество влаги, его нужно выпарить, чтобы он был зрелый, чтобы он не забродел. Для этого они по несколько раз его перекладывают с ячейки в ячейку, каждый раз пропуская через себя. И каждый раз добавляют из себя какие-то там микроэлементы. И мёд от этого становится ещё более полезным. И в оконцовке, когда он уже полностью дозревает, пчёлы они это определяют, у них там наилучшая лаборатория такая, они ставят печать качества. Это как печать качества, она в виде печатки. То есть это как мини-рамка подарочная, у нас идёт. И вот тут как бы показано то, что вот она вот такая вот эта запечатанная. Глядя на семейную чету деревщиковых, понимаешь, как же им подходит этот образ. Спокойный, доброжелательный. И выглядят очень органично. В нашей семье примерно полтора года. На самом деле, когда мы познакомились только, я подумала, что мы никогда не могли бы быть супругами, потому что я боюсь насекомых. И это очень страшно, быть рядом с ульями, где в одном улье несколько тысяч пчёл. Это очень страшно, особенно поначалу. Но любовь, любовь – это вот. Поэтому мы с супруги вместе этим занимаемся. Конечно, к улью я не подхожу близко, но чем могу, помогаю, поддерживаю. Основная работа на пасеке, конечно же, на плечах Михаила. В этом тонком ремесле, именно так и не иначе называют пчеловодство, Михаил всего пять лет, но уже завоевал доверие у любителей мёда. А какой более лекарственный? Более лекарственный? Да. Ну, вот из этих всех я бы, может быть, выделил вот этот, потому что это весной и луговой разнотравий, тут разнотравий больше. Чем больше разнотравий, тем больше различных макро-микроэлементов, которые попадают в мёд, тем он более полезный. Как всё-таки отличить натуральный мёд от подделки? Ну, существует много различных способов, но самый такой, который я порекомендовал бы, наверное, это больше основано на доверии. То есть, хорошо, если у вас есть знакомый пасечник, пчеловод, родственник, там, друг, ну, или просто человек, который внушает доверие, которому вы доверяете и постоянно регулярно берёте у него мёд. То есть, в таком случае, как попасть на подделку, намного, ну, шанс намного меньше. Лена и Михаил со своими медовыми продуктами всегда на одном и том же месте. Говорят, что ещё никто не жаловался на качество. Наоборот, не раз возвращались за новой порцией мёда. А мы приглашаем вас провести самую настоящую экспертизу мёда. Оценка натурального пчелиного мёда проводится в соответствии с требованиями ГОСТа. Для того, чтобы определить качество мёда, мы отправились в Самару, в областную ветеринарную лабораторию. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Мы приехали из Тольятти специально для того, чтобы сделать экспертизу мёда. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Сульфия Мингатовна, начальник отдела биохимии и токсикологии. Очень приятно. Сульфия, а можно я вас так буду называть? Что нужно сделать, чтобы профессионально сказать, что это качественный, хороший мёд? Самые первые, значит, органолептические показатели – это цвет, аромат, запах, вкус. То есть это всё визуально? Это визуально органолептический показатель называется. Дальше, значит, мы проводим физико-химические показатели мёда. А давайте вернёмся к первому этапу. Итак, что мы должны вот сразу понять, что этот мёд соответствует, ну, хорошему качеству? Я органолептически вижу хороший мёд. Цвет жёлтый, должна быть где-то подсолнух больше, по моим опытам. И вкус, значит, когда будем взвешивать, попробуем. Я думаю, специфический. Запах хороший, специфический тоже. Да, какой-то такой тонкий очень. Ну да, там и подсолнух, и липан может быть, и кливер может быть, разное. Мы ещё делаем, прежде чем это самое, натуральности делают, пыльцовый анализ, из каких цветов собирают пчёлы. Понимаете? То есть это вот из этого мёда тоже выяснить можно, да, из каких. Да, да, да. А как это делается? Это делается, значит, опять берём мы вам рассказывать. Всё, рассказывайте, как вы будете делать. Берём 20 грамм мёда. Пожалуйста, давайте будем брать. Вот весы у нас, пожалуйста. Вот берём, значит, стакан, обнуливаем. Вот на 3000 оборота и включаю секундомер. Вот на 15 минут поставили. Давайте с вами определяем влажность, самый важный показатель. Влажность она является, если выше 21%, то это мёд несозревший. То есть пчеловоды откачали ранее, мёд должен быть созреть. Я могу одну каплю мёда, вот у нас рефрактометр здесь. Это германский прибор очень хороший. Вот, одну каплю мёда капаю. Хорошо. Сейчас я вам покажу. Снимаем показания. 17,8% в этом мёде влажность. Это очень хороший мёд. Это очень хорошо. А если больше 21? Если более 21, то это уже несозреваемое. С этим кончились. Теперь у нас второй показатель, так называемый натуральность мёда. Это называется и меряется диастазное число, единица гота. Но для того, чтобы опять мы должны 10 грамм мёда брать, растворить, а потом по пробиркам и в баню ставить. Всё-таки мёд, на ваш взгляд, вот какие заболевания лечит? Я расскажу то, что знаю. Например, подсолнечник, его вот это мёд, это для желудка очень хорошо. Опять на голодный желудок утром пить. А гречневый мёд, например, гречишний, это очень тяжело для печени. Если больной печени, не надо употреблять. Донник лечит печень, вот наоборот. Потом любой разноцветный мёд можно на ночь ложки детям давать. Вот мы росли так и самим себя. Ну, употреблять по мере, знаете, как, ну, не надо много слишком. Ложки две хотя бы перемешали, пили. Не надо сидеть вот так пить, потому что желудок не выдержит. Вы же знаете, что сладкие вещи всегда что-то даёт потом. И на печень, и на желудок до меры. То есть, в меру, это лекарство, да? Лекарство, конечно. Это не еда, это лекарство. Нет, нет, это не еда, это лекарство. Правильно. Редактор субтитров А.Семкин И показания снимаем по таблице. Вот девятые. Девятые пробирки у нас семь. Потому что это подсолнечниковый мёд, я вам говорю. Подсолнечниковый мёд не даёт высокой диастазы. Они всегда пять, шесть, семь. Диастазы – это по-другому натуральность. Натуральность мёда. Натуральность мёда. То есть, это именно продукт пчелопольства. Да, да, да. Хороший мёд. Да, да, мёд хороший. Мы сейчас идём вот смотреть пыльцовый анализ. Состав мёда. Из каких растений состоит мёд. Нам нужно выйти из этого кабинета и пройти в другой. Пойдёмте. Это как снижение. Да, да, да. Это разнотравье получается. Разноцветье. Разнотравье мы пишем, да, когда вот это, потому что, когда вот шалфей, сурибка по одному пыльцу находим, мы пишем разнотравье уже, потому что каждый не умеешь, не успеешь писать там. А когда вот больше подсолнух, гречиха, мы считаем там проценты посчитываем. Сульфия, давайте подведём итог. Давайте, давайте, пожалуйста. Значит, мы исследуем мёд. На какие компоненты? Самый главный показатель – влажность, который мы с вами видели на рефрактометре. Должен быть не более 21 норма. Чем ниже, тем лучше мёд. То есть нам показалось 17,8. Это очень хороший показатель того мёда, который мы принесли вам на экспертизу. Дальше, следующий показатель. Следующий показатель – тоже самое важное диастазное число. Третий показатель – значит, определяем мы с вами кислотность. А кислотность нам говорит о том, зрел ли мёд. Да, да, да. И нет ли в нём продуктов брожения. Нет. Хорошо. Да, не более 4. Тоже выдержали экзамен. И последний? Последний пыльцовый анализ, пожалуйста. Мы с вами смотрели состав мёда. То есть из каких цветов состоит наш мёд. То есть в нашем мёде основной показатель – это подсолнечник и гречиха. Да, вот сегодняшний, да. Спасибо вам большое. Было очень интересно. Я думаю, что очень познавательно. Позаботьтесь о своём здоровье. Добавляйте мёд в чай, кашу, десерты и просто съешьте ложку натурального мёда, чтобы вместе с золотистой, ароматной сладостью ваш организм получил заряд бодрости от матушки природы. Будьте здоровы! Мёд в чай. Редактор субтитров А.Семкин